Всем привет, это канал Хочу Жить. Сегодня я хотел бы наглядно показать вам вот это моя порция еды. Сейчас у меня скоро будет прием пищи. Вот это гречка с кулинарой грудки и пару сердечек. Так чисто для вкуса. Они жирные и поэтому из них исключительно белок получать я не могу, потому что они жирные очень. А бросить 2-3 до вкуса вполне можно. Таких приемов у меня вообще три, но сейчас короче сегодня у меня два таких приема и один столько же эту фасоль стручковую, тоже с кулиной грудкой. Здесь 100 грамм кулиной грудки в готовом виде и 130 грамм гречки. Ну я не знаю в сыром виде там 40 грамм получается. Я не помню сколько в готовом. Мы рассчитали все так с женой, чтобы получилось. Сколько получилось, так получилось. Ну в общем 125 грамм по моему или 130 грамм. Вот что-то в этом роде. Питаю себя каждые три часа. Вот такими порциями. Но в понедельник у меня в следующей неделе у меня 6 дней тренировка будет, поэтому у меня будет не 5 приемов пищи, а 4. Один приемов пищи после тренировки протеин, сывороточный. В концентрат я выпью. Там 24 грамма белка. Вот. А на ночь я пью сейчас козеин. Там 23 грамма белка. Ну можно сделать полторы порции. То есть три салочка насыпать. Там в одном садке 15 грамм. Вот если три насыпешь, то 45 грамм как раз полторы порции. И нормальный там 30 с не большим грамм белка получается. Ну вот. Сейчас у меня будет прием пищи. Потом я еще расскажу, вернусь. Прием пищи окончен. Вот. Сейчас покажу контейнеры. Вот такие контейнеры одноразово. Тут 500 грамм. Вот. 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 Мы тренировки прием пищи. Стручковый фасад. Стеревую грудку. Ну и сердечки тоже. Я даже греть не буду, съем так холодно, в принципе греть мне обязательно. Как я хочу напомнить похудел более чем на 50 кг, вот мои фото, посмотрите. После больницы я зажрался, очень сильно, какая морда посмотрите, вот такой я был, потом когда начал правильно питаться и выстрелил в свое питание, я стал уходить и ушел довольно сильно. Сейчас мой вес около 90 кг, там 89-90 кг. Но я хочу похудеть до 75 кг, где-то до 78 кг. И я похудею и обязательно просто сейчас выстрою питание получше. Мне был задан такой опрос в инстаграм. Человек писал, не могу отказаться от хлеба. что вообще нельзя никакой есть. Как бы ну я хлеб сам не ем. Но если вот так все сложно у вас и пока не можете отказаться, то смотрите на состав. В этом хлебе должно быть как можно меньше жиров, где-то 44-45 грамм углеводов. Ну можно 50, но главное на 100 грамм продукта. Главное жиров чтобы был 1% не 2, не 3, не 5, а 1% жирности. И такой хлеб вполне можно, но опять же не более 100 грамм в день потреблять такой хлеб можно. Я сегодня уронил кашу и тоже пришлось мне хлебом как так сказать гоняться. Потому что я вообще съел пара ложек и уронил ее на пол. Причем все это, поднять ее не удалось бы уже. Она вся была на полу. И так обидно, блин. Прошлось есть хлеб, вот я две горбушки отрезал. Ну там 110 грамм у меня получилось за две горбушки. Вот и съел его. Ну конечно, не совсем полезно это. Ну куда деваться, не зануже заваривать кашу. Хочу сказать по поводу контейнеров. Это одноразовые контейнеры, очень удобные. Очень удобно брать в них с собой еду. Можно наложить и с собой взять. Потом покушаем, когда время пришло. И спокойно его выбросить, чтобы он места не занимал. А дома, вот я питаюсь дома из контейнеров прям. Я тарелки, ну бывает и накладываю, но в основном из контейнера прям поем. Ну да, даже не грею микроволновки. Дома я их мою, но все равно, когда они выходят из строя, то есть какая-нибудь дырочка появляется, то я выкидываю. Потом еще покупаем контейнер. Сразу я беру много штук, 20-30. И крышки тоже отдельно продаются к ним. Ну там же, где контейнеры. В принципе, вот так вот. Очень удобно. И в морозилке у меня стоят два ряда контейнеров. И еще в холодильнике к ним морозилка. Там творожный отдел у меня. А в морозильной камере два отдела. Один под фасоль, один под гречку. То есть один для белка чистого, но с клетчатой. Один для углевода белков. Еще был вопрос тоже про колбасу. Какую можно есть колбасу и какую? Я колбасу не ем сам. Вообще не ем по фабрикату. То, что приготовлено не мной. Как бы есть, опасаюсь. Но колбасу... Вообще, если я и бывает ем, я проверяю на кошке. Я вот в этом ролике показывал, как я проверяю на кошке. Если она ест, то значит колбаса нормальная. И вот... Ну, там смотрите на состав, чтобы не слишком много жирности было. Естественно, чтобы не было углеводов там. Ну, бывает просто такое. Что это? Добавляю сахар. Или что-нибудь там какого-нибудь типа сиропа. Сладкий, в общем-то. А так можно. Ну, опять же, я бы не стал на постоянной основе есть её. Если где-то съесть кусочек, два там, ничего страшного нету. А так... Так же я отказался от всяческой выпечки. Вот пицца там... Раньше пицца моё чуть ли не любимое блюдо было. Салат оливье и пицца. Ну, сейчас я не ем ни салат оливье, ни пиццу. Салат оливье там, во-первых, картошка, во-вторых, майонез. Даже, наверное, сказали не во-первых, майонез, а во-вторых, картошка. И колбаса ещё, видимо, с механической обвалки проходила. Проходила механическую обвалку. Что это, посмотрите в интернете. Поэтому, ну, видим, прям, визит, поиск. Механическая обвалка. И вам покажут, что это. Можете на ютубе посмотреть. Очень такой весёлый ролик. Почитать можете где-нибудь. Там в колбасу добавляют ценные шкурки. Всё там. Как говорится, ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Вот так вот всё добавляют в колбасу. И ещё и из-за этого я её тоже не ем. Ну, я её не ем, потому что это полуприкад. И там ничего полезного нет. Если уж так хочется колбасы, то можно сделать её по своему рецепту. Ну, не по своему. Найти рецепт в интернете и сделать из своего мяса. Тогда она будет натуральная. Колбаса из мяса. Они из туалетной бумаги, как говорят. Ну, это, конечно, опыта. Но не из химии имеется в виду. А то, вот, ходят слухи, что протеин химия, там, спортивное питание химия. Нет, как раз спортивное питание, оно более натуральное, чем продукты сейчас. Да, в колбасе гораздо больше химии, чем в протеине. Ну, сегодня всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии.